Через 60 лет снова в ЗАГС. Супруги Щербакова отметили бриллиантовый юбилей семейной жизни. Торжество прошло по-современному с лимузином, фейерверком и голубями. Такой праздник подготовили для супругов Управление социальной защиты населения района и местные жители. Раида Щербакова сегодня невеста. Несмотря на то, что супруга вместе уже 60 лет, волнуется так же, как и в 54-м. Свадьба для 22-летней Раиды был самым счастливым днем в жизни. Был очень красивый. Не курил, не пил до сих пор. Это не супруг, а золото. Он у меня и сейчас работает. Ему 86 лет. Он у меня электриком работает, в почете. Павел Иванович признается, что жену себе приметил давно, но на 4 года ушел в армию. Вернувшись на деревенских танцах, пригласил Раю на танец. И по-военному решил уже никому не отдавать. Случайно познакомились с ней. И она меня не против. И вот так, сколько мы погуляли, год или нет. И решили жениться. Свадебных торжеств не было. Молодые просто расписались. Он работал электриком, а на ткачихой. Денег не хватило даже на фотографа. Поэтому бриллиантовую свадьбу для супругов подготовили с размахом. Сначала, как и полагается, фотосессия жениха и невесты. Ручку на плечик положить ей. Ага. Тем временем на улице уже готовился выкуп. Молодожена встречали односельчане. С танцами и песнями под баян супругов проводили в ЗАГС. Широк на этой свадьбе выгла. Места мало. И небо было мало. И земли. 60 лет назад в ЗАГС супруги Щербакова ходили пешком. Сейчас для них был подан лимузин. Ровно в полдень свадебный кортеж подъехал к Куровскому ЗАГСу, где их вновь ждала регистрация брака. Только на этот раз свои подписи Павла и Раиды Щербакова оставили в книге юбиляров супружеской жизни. После торжественной церемонии молодожены принимали поздравления. Приятно сегодня поздравить вас в этот день с вашим бриллиантом юбилеем. Потому что лучше, краше праздника нет в жизни, чем праздник семьи. 60 лет совместной жизни дорогого стоит. Очень дорогого. И хотелось бы здесь отметить то, какой вы трудовой путь делали и еще делаете ваша семья. Вот я говорил, еще раз говорю, в новинке и во всех наших поселениях нет такого человека, который вам плохо сказал. Я очень рад поздравить вас с таким прекрасным, знаменательным днем. Я надеюсь, что он еще более знаменательный, потому что он день семьи. И пусть он будет примером для всех нас, потому что это достойный пример. Секрет своего семейного счастья не скрывают. Двое детей, трое внуков и трое правнуков. Говорят, вот это настоящее богатство. Но самое главное – это любовь. Горька! Горька!